Контролировать качество дорожного ремонта в следующем году будут независимые лаборатории. Их решили привлечь, оценив итоги минувшего сезона. При большом объеме работ специалисты муниципального управления дорожного строительства не успевали следить за ремонтом на всех объектах. В результате исправлять некоторые дефекты придется уже весной. Это только один из выводов, которые сделали в мэрии по итогам дорожной кампании. Александр Сульдин продолжит. Улица большая. Летом здесь были большие пробки. Не мудрено, ведь задача перед дорожниками стояла тоже большая. Можно было превратить неказистый въезд в город в современную трассу. При этом не перекрывая транспортного потока, который здесь тоже большой. Приходилось даже менять грунт в основании дороги. Но специалисты пообещали, справимся уже в этом году. И вот открыли рабочее движение. Официально эта дорога готова на 95% с опережением контрактного срока. Улица большая, одна из ключевых в масштабной программе ремонта в минувшем сезоне. Много денег, более 3,5 миллиардов рублей в итоге. Много сложных объектов. Всего сдали 34 участка. Капитально отремонтировали гостевые маршруты, например, улицу Титова и вокзальную магистраль. Причем деньги на них пришли в конце июля. Стоит отметить, что в связи с поздним выделением финансирования, временем на проведение конкурсных процедур и неблагоприятными погодными условиями в сентябре месяце, полноценно к работам удалось приступить в октябре. Но тем не менее, все работы завершены и приняты. С таким напряженным ритмом работы справились не все. На нескольких улицах новосибирцы видели тяжелую технику уже в снегопады. Выявились, вернее, недостатки в момент напряженного графика и в управленческих структурах планирования. И прямо скажем, ряд подрядных организаций у нас есть, которые тоже не в полной мере справились. Выяснилось, управление дорожного строительства мэрии не успевает контролировать качество укладки асфальта на таком количестве объектов. Специалистов для этого мало. В 2022 году, как уже было сказано, УДС будет привлекать сторонние организации на осуществление технического контроля. Как минимум, это будут объекты, выполняемые за счет областного бюджета и федерального бюджета. Весь опыт прошедшего дорожного сезона еще предстоит оценить. Однако ясно, что в будущем году работу организуют по-новому. Александр Сульдин, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.